Привет! Часто возникает такая проблема, что не отображаются русские символы в геймейкере, когда мы пытаемся, допустим, что-то написать. Ну, на примере, давайте напишем какой-нибудь текст. Заходим в Draw, пишем Draw Text и попробуем написать какой-нибудь текст. Это у нас, например, русский текст. Разместим объект в комнате и запустим. Как видим, текста у нас не отображается, его не видно. Это происходит по причине того, что используется шрифт, в котором отсутствуют данные символы. То есть, там обычно используются символы английские и цифра. То есть, если мы сейчас пропишем сюда какие-то английские символы, например, текст, то он у нас отобразится. Отобразится только текст, но без русского языка, без русского текста. Вот. Для того, чтобы это исправить, нам нужно создать свой шрифт. Для этого мы переходим и создаем его. Называем его. И вот какие там символы в данный момент присутствуют. Для того, чтобы нам добавить русские символы или какие-то еще, нам нужно нажать Add. Тут мы можем указать символы, которые мы хотим добавить в наш шрифт. То есть, здесь уже есть некоторые какие-то заготовки, но русского здесь нет. Поэтому нам нужно самостоятельно с клавиатурой их ввести. Все символы, которые нам требуются. Мы ввели все символы, которые нам требуются. Теперь нам достаточно Add.Range нажать. Они добавлены, но они еще не используются. Для того, чтобы они использовались, нам нужно в конце нажать Regenerate. Тогда они у нас появятся в нашем шрифте и их можно будет использовать уже. Если мы сейчас запустим, все еще не будут отображаться наши русские символы. По причине того, что мы не установили и не запустили этот сам шрифт. То есть, для того, чтобы установить этот шрифт, нам нужно прописать CloseEndFont и указать этот шрифт. Так мы установили этот шрифт по умолчанию. И теперь наш шрифт будет работать вместе с текстом. Теперь наш русский текст отображается. И что еще можно отметить здесь? То, что мы можем выбирать любые шрифты, которые у нас есть. И если у нас какого-то шрифта нету, мы всегда можем просто зайти и скачать его. Скачать шрифт можно на fonts.google.com. То есть, достаточно Google Fonts написать в Яндексе где-нибудь и перейти по ссылке. Здесь есть куча различных шрифтов. И, например, мы попробуем какой-то выбрать один. Допустим, пусть вот этот будет. Кстати говоря, можно заметить, что некоторые из них русские, некоторые английские. То есть, скорее всего, если написано английский, то русского там не будет. То есть, на это тоже стоит обращать внимание. Поэтому выбирать нам в данном случае нужно именно те, которые поддерживают русский язык. Так что нам подойдет вот, допустим, вот такой. Для того, чтобы его скачать и установить, нам нужно скачать вот по этой кнопочке. У нас начинается скачивание. Мы открываем этот zip и запускаем установку. Для того, чтобы установить, просто кликаем на него два раза и жмем установить. Как мы видим, здесь есть разные типы, но мы установили именно, который толстый. Это вот этот вот. То есть, у него название вот написано, имя шрифта. Так, если мы перейдем теперь в Греймейкер, он нам скажет, что появился новый шрифт. Не хотим ли мы, чтобы он у нас тоже, так сказать, была возможность использовать его в нашем проекте. Нам нужно нажать Yes. Теперь мы смотрим на название ПТ-сериф. Мы можем его теперь в шрифтах найти. Нажимаем P и ищем вот этот шрифт. Мы его выбираем. И теперь у нас есть этот самый шрифт. Мы можем его использовать, менять какие-то размеры, еще что-то. Жмем Regenerate и у нас будет работать данный шрифт. Запускаем. Смотрим. Вот текущий шрифт, который мы установили. Теперь работает русский текст. И, в принципе, проблем у нас больше не будет возникать. Если какие-то еще есть проблемы, то, скорее всего, стоит обратить либо на то, какие символы у вас присутствуют. Нажали ли вы Regenerate. И вообще, установлен ли... Присутствуют ли вообще в шрифте такие символы. Иногда бывают такие проблемы, что... Отображается как-то, может, неправильно. Ладно. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам это как-то помогло разобраться в плане того, почему у вас не отображаются шрифты. Или как установить свой собственный шрифт. Также вы можете нарисовать свой шрифт. Но это уже совсем другая история. Ладно. Спасибо. Пока. Пока.